Таган не наркоман, он не героинщик, это все наговоры. Сто раз могу повторить провокация, еще раз провокация. Мы хотим, чтобы по часу выпустили, чтобы его сняли, обвиняем все. Все за одного, больше тысячи рабочих компаний «Озень Мунайгас» устроили акцию протеста. Они требовали выпустить на свободу профсоюзного активиста Тагана Кашанова. Его арестовали после того, как 21 октября в кармане спецовки водителя полиция обнаружила 8 грамм гашиша и меньше грамма героина. На тех людей, которые говорят в открытую, власть аркан накидывает, хотят ими управлять. В прошлом году чересчур активного профсоюзного деятеля Кашанова избили неизвестные. В этом году появились другие методы усмирения, говорили на площади. Все уговоры руководства «Озень Мунайгаса» вернуть водителей на рабочие места ни к чему не привели. У меня, как у руководителя, каждый день спрашивают, когда вы выйдете на работу. Я же не обвиняю вас в том, что вы прогуливаете. Я же с вами. Поймите, от вашей забастовки Тагану только хуже будет. На третий день протеста состоялся суд. Кашанова выпустили под домашний арест с правом общаться только с родителями и адвокатом. На всякий случай давать интервью журналистам родственники не стали. Молчание ягнят по-казахски. Так описывают взаимоотношения с властью местные активисты Дамеш Саргулова и Нурсулу Утарбаева. Нравы Дикого Запада в Жанаузене соседствуют с традициями казахского гостеприимства. В доме из двух комнат долго выбирали, где принимать гостей. А потом за чаем рассказывали, как вербуют и угрожают. Когда договориться не удалось, вербовщики предпочли вести диалог с мужем и матерью Дамеш. Перешли к прямым угрозам. Своему жене, что ничего не можешь сделать, скажи, пускай она сидит на своем месте. Если ты не будешь меня слушать, вот ты же на своей машине наркотиками подпросаем и все. А жену, вот сам узнаешь, что будет. Четырех детей, как барана, зарежем, потом ее зарежем. Спецслужбы Жанаузене не зря едят свой хлеб. Небольшой город в самом центре полуострова Мангышлак считается самым протестным в Казахстане. Кроме рабочей солидарности, у крайней ожесточенности, есть и другое объяснение. От реки нефтедолларов к городу перепадают жалкие капли. Нету никому ни карсера. Вот у нас какое нефтяне в городе. И среди них есть, между прочим, инвалиды, которые остались оттуда, инвалиды, с работы. По рекомендации Нурсулу отправились в местное общежитие для инвалидов. Так живут в нефтяном клондайке Казахстана. Холодильник без еды, санузел без дверей, здание без ремонта. А люди зимой без горячей воды и круглый год без нормальной работы. В условиях крайней разрухи самым эффективным методом диалога с властями стал протест. После забастовок появились душевые в вахтовых поселках. Открылось несколько школ и детских садов. После самой масштабной акции весной этого года на развитие инфраструктуры Жанаузеня государство выделило беспрецедентную сумму свыше 400 миллионов долларов. Однако забастовки на этом не прекратились. Вот это не трудовой конфликт между работниками, работодателями. Я сказал, это вопрос больше правовой. Но люди сегодня вышли туда, потому что они боятся за свои не только социально-экономические и гражданские гарантии безопасности. В этот раз акция протеста в Жанаузене закончилась после вмешательства профсоюзного активиста Мухтара Умбетова. Рабочие попросили главу независимого профсоюза АКТАУ стать общественным защитником Тагана Кашанова. Для самого Умбетова это дело чести. Несколько лет назад угрожали ему. Тогда Кашанов помог профсоюзнику с охраной. Просто безнравственно будет бросать человека, который защищал мою жизнь, жизнь моих близких. С просьбой прекратить преследование Кашанова и взять ситуацию под контроль рабочие у Зеньмуной Газа обратились к Акиму области и в местную прокуратуру. Ответа не последовало. Впрочем, в запасе есть главный и пока самый действенный аргумент – полностью остановить промысел. Если это произойдет в холодное время года, высоко парафиновая нефть забьет трубы. На расконсервацию промысла уйдет несколько месяцев. Тогда добывающая компания и ее главный акционер – государство – понесут огромные убытки. Ольга Настюкова, Александр Платонов, Мангистау, Казахстан.